А существенно не важно, позабыв о суете, доктор Волощук С.Д. С вами говорит стихами, существенно не важно, доктор Волощук С.Д. Здравствуйте, уважаемые любители рок-поэзии. Сегодня я начну с озвучивания старой и известной всем немного пожившим на этой земле истины. Что время с каждым годом существования каждого из нас очень сильно начинает ускоряться. Неопровержимо подтверждая верность теории относительности Эйнштейна. В детстве мы никак не можем дождаться, когда встанем взрослыми. Время тянется ужасно медленно. В армии мы его тоже торопим, чтобы оно побыстрее текло, чтобы наконец-то пойти на долгожданный день. Ведь почему на срочной воинской службе солдату все время хочется спать? А потому что солдат спит, а служба идет. Поспал, кусок времени проспал. Дембель стал на несколько часов ближе, а потом время начинает незаметно ускоряться. Уже его скорость нормально так воспринимается. Встал, поел, поработал или погулял, выпил, закусил и опять поспал. Времени практически на все хватает. И на пьянку, и на трех любовниц, и немного на семью, и даже на работу. Оно течет уверенно и размеренно. Так, как и должно быть. А дальше начинаются странные вещи. Времени начинает не хватать. То на свидание проспал, то на работу опоздал, то на пьянку, то на поезд. А затем, ближе к пенсии, так вообще просто катастрофа. Не успел проснуться, а уже спать пора. Не успел понедельник начаться, как уже пятница заканчивается. Выпить и закусить некогда. Какие там любовницы? Те, кто вовремя одумался, так те бросают все. И пить, и курить, и любовниц. И даже спать меньше начинают. Чтобы в жизни хоть что-то успеть сделать. До того, как предстанешь на страшном суде. С отчетом о проделанной в своей грешной жизни работе. Вот и у меня, простите за каламбур, время в последнее время необычайно ускорилось. Поэтому стихи к 14 выпуску нашей рубрики «Рок поэзия» мне приходилось сочинять в промежутках между сочинением песен, съемками клипов, рок-путешествиями, подготовкой книги о рок-музыке, посещением концертов, спектаклей и написанием на них рецензий. Но я не жалуюсь. Я все еще надеюсь что-то успеть до часа икс. Но, к сожалению, времени стало действительно катастрофически не хватать. Тем не менее, за это время я успел зарифмовать несколько мыслей, как школьник на переменках между уроками с домашним заданием. Поэтому зачитаю вам несколько. В первом стихотворении я вспоминал, как сладкий сон, те беззаботные времена, когда мы могли путешествовать по миру, восхищаться тому, как он необъятен и прекрасен, удивляться различиям в жизненном укладе и привычках разных народов, наслаждаться теплыми морями, холодными ветрами, высокими горами, дремучими лесами и вкусной едой. Но коронавирус всему этому нагло и беспардонно положил конец. Будем надеяться, что все это еще нас ждет впереди. Стихотворение называется «Люблю бродить по миру». Люблю бродить по миру, хоть и приключений, в жизни моей было уже и разных, и сполна. Смотреть, как кто-то ищет истину в учениях, а кто-то истину пытается понять, попив вина. Путают часто люди истину и веру. Правду и истину тоже мешают так легко. А истина – это всего лишь соответствие предмета, его словесному определению и больше ничего. Но тем не менее, в жизни нашей людской очень опасно точно определять предметы и явления в словах. Часто таких искателей наивных и прекрасных люди с огромной радостью сжигают на кострах. Как это в Риме сделали с Джордано Бруно, когда он рассказал, что Солнце не вращается вокруг Земли. Помнил об этом Галилей, поэтому он умно только после судилища сказал, земля вращается еще вокруг оси. Сейчас, конечно, времена помягче и получше, но это только кажется, это на первый взгляд. Если твои определения будут мешать кому-то, то в лучшем случае тебя в шизофрении обвинят. А в худшем – ты исчезнешь с горизонта, как будто не было тебя, как и не жил. Чтобы со своей истиной ты, революционной, чьему-то не мешал размаху крылу. Каждый из нас уверен – истинный искатель, но прежде чем искать ее, должны мы осознать, ради чего идем мы на определение доказательств и до каких пределов мы готовы рисковать. Различных истин много и искателей немало, но всем понять не лишнее, так зачем им истина нужна? Если бы о последствиях искателей немного знали, то многие бы делали все, чтобы она только не нашлась. Следующее стихотворение умовеяно моими сегодняшними непосредственными делами. Ведь я поставил перед собой задачу стать звездой русского рок-н-ролла, поэтому плотно занимаюсь не только написанием и исполнением песен, их аранжировкой, съемкой клипов и так далее, но еще и узнаю, как лучше продвигать свое творчество в сегодняшнем очень плотном информационном пространстве. Так как сегодня мало сочинить даже гениальную хитовую вещь, ее еще надо каким-то образом донести до широкой публики, иначе она в лучшем случае будет одобрена членами твоей семьи, одноклассниками и друзьями по детсаду. Я уже как-то упоминал об этом с полгодика назад, что в интернет ежедневно выбрасываются десятки тысяч музыкальных файлов. Десятки тысяч! Поэтому мне приходилось общаться с различными маркетологами, имиджмейкерами, СММщиками и другими продвигателями, чтобы понять, как это лучше делать. Но в последнее время я прекратил это делать. Вы спросите, почему? Отвечаю. Молодые, да и не только молодые музыканты, по наивности ждут от этих продвигателей каких-то профессиональных и неординарных предложений, забывая о том, что это обычные люди, которые, как и большинство людей в этом мире, мыслят стандартно и шаблонно. Они осваивают профессию и предлагают отработанные и проверенные годами действия. Но если ты хочешь стать звездой, то ты должен быть оригиналом. Ты должен предложить миру что-то необычное. Иначе ты такой же, как другие, но только не первый. Не смогут люди, хорошие, прекрасные люди и даже профессионалы с большой буквы предложить вам оригинальное решение. Именно потому, что они профессионалы. То есть люди с крепким, ремесленным подходом к делу. Они просто зарабатывают на вас деньги. Им до ваших творческих исканий нет никакого дела. Их дома ждут жена и дети со своими проблемами. Им не до ваших творческих потуг. Вот так, как они делают всем клиентам, они предложат и вам то же самое. Если бы они могли предложить нечто оригинальное, то сами были бы звездами. Вот именно об этом мое второе стихотворение, которое называется «О подозрении и вдохновении». Не просто в наше время сотворить сенсацию в давным-давно присыщенных мозгах. В таком большом потоке информации трудно заметить даже гениальный шаг. Не просто вызвать даже удивление. Все шибко умные, все знают все и вся. Им помогает в этом и Ютуб, и Википедия. Там все покажут и дадут все адреса. Что надо спеть, чтобы тебя услышали? И что сказать, чтобы услышали тебя? Прорваться трудно за рекламными афишами. Там звезд немерено, идут за рядом ряд. Реклама не поможет здесь, проверено. Насильно мил не будешь никогда. И без нее ты никуда не денешься. Успеха спутница, она теперь всегда. Сейчас непросто все. И это подтвердят рекламщики. Даже не то, чтобы непросто. Очень сложно все сейчас. Без консультаций имиджмейкеров, наставников. Без больших денег, говорят, ты не прорвешься на парнас. Скандал устроить надо или провокацию. Такие действия рекламщики рекомендуют всем. И начинающим, и старым генерациям артистов, музыкантов, сочинителей, поэм. Еще рекомендуют имиджмейкеры, похожим быть на популярных звезд. И делать то, что хорошо проверено. Делай, как звезды говорят. Точно не пропадешь. Прекрасные советы. Но, по-моему, не стать звездой, если ты делаешь все точно так, как все. Сенсацией, конечно, можешь стать. Но новостной. Только у новостей всегда короткий век. Как сделать так, чтобы успехи были многолетними? Как сделать так, чтобы успешным быть всегда? Есть подозрения, что только без советников. Если бы знали они как, то сами были бы звездами тогда. Еще есть подозрения, что очень просто все. Что надо делать только то, что нравится тебе. Чтобы одобряло все не критиками, не подростками, не взрослыми. Чтобы нравилось в первую очередь тебе, а не толпе. И у меня еще есть подозрения, что все еще намного проще. Как всегда, надо работать, думать, снова делать вдохновением. Такие действия звались во все века. А в следующем стихотворении я выразил робкую надежду, что большинство ошибок в своей жизни я уже совершил. По крайней мере, я очень на это надеюсь. И надеюсь, что судьба теперь позволит мне позаниматься тем, чем я должен был заниматься всю свою жизнь. А именно, рок-музыкой и поэзией. Стихотворение называется «О перевыполнении планов». Мы повзрослели, план ошибок перевыполнен. В пекло рвались всегда поперед всех. Я рад, что наконец-то научились от сомнительных мы отставать от мыслей, удовольствий и утех. Мы отстаем от жадности и зависти. И впереди бегут и пьянство, и разврат. Не позволяет нам догнать себя злопамятство. И спесь нас обгоняет только так. Мы так отстали от недальновидности, от праздности, тщеславия и лжи. Нам не догнать предательств разновидности. И разгильдяйство больше не настичь. Еще отстали от бесцеремонности. Невежество от нас ушло вперед. И впереди мелькает зад самодовольности. Чванство себя догнать нам не дает. Отстали мы от малодушного страдания, уныния, печали и отчаяния давно. Оставили нас позади бесплодные мечтания, бесцельные деяния, пустое хвастовство. Еще неплохо обогнали нас проклятия, ненависть, оскорбление и мат. Небрежность, невоздержанность и невнимательность. Да еще очень многие смогли нас обогнать. Как мало нам с тобой осталось радостей. Только семья и музыка, книги, да и упорный труд. И вера, и призвание, надеюсь, придадут нам храбрости. И больше нам догнать ошибки не дадут. Ну вот, на сегодня все. Надеюсь, вам были интересны мои рассуждения. Прощаюсь с вами, а сам пошел сочинять рок-н-роллы, снимать клипы, делать репортажи из рок-путешествий и на переменках рифмовать приходящие мне в голову новые мысли к следующему выпуску рок-поэзии. До свидания, друзья! О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук СД С вами говорит стихами О существенном и важном Доктор Волощук СД 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 Доктор Волощук СД 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 СД